Мы собрались в это утро вместе, и у нас одна цель. Мы знаем одного единственного живого Бога, который открылся нам в Иисусе Христе, и мы собрались, чтобы Ему поклониться, чтобы Его прославить и чтобы Его Слово послушать. И Бог позаботился наперёд, на все века, и оставил Своё Слово, чтобы мы Его изучали, чтобы через это Слово Он нам открывался. От самой первой книги «Бытие» до книги «Откровение», изучая Писание, мы видим Бога, мы познаём Его, мы видим Его характер, мы видим, как Он действует, мы видим, как Он открыл Себя в Иисусе Христе как Спасителе. И сегодня я хочу, чтобы мы также в коротенькой этой проповеди, в нескольких мыслях, мы посмотрели и увидели Бога, Бога, Которому всё подчинено. Но в своём могуществе Он проявляет Себя прекрасно, необычно и чудесно. Когда у нас проходил детский лагерь, у нас была тема «Огненная колесница», и мы проходили жизнь Ильи. Каждый день одна часть из его жизни, вторая, третья, четвёртая мы разделили. Вы знаете, когда я сам даже перечитывал эти истории, я заметил, насколько необычный наш Бог, насколько Он чудный, как Он действует. Я хочу предложить для нас коротенький отрывок, и мы прочитаем книгу Третья Царств, 17 глава, с 1 по 6 стих. Третья книга Царств, 17 глава, с 1 стиха читаем. «И сказал Илья Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». Израильский народ на тот момент уже был разделен. Было иудейское царство, два колена, и десять колен, которое называлось Израильское царство. Царь Ахав царствовал, который взял себе жену и Язавель из языческих женщин, которая вместе с собой ввела в блуд поклонение идолу Ваалу весь израильский народ. Весь израильский народ вместе с царем Ахавом, со всем окружением царя, все поклонялись этому идолу. Это было большое отступление от Бога. Это нарушение было первой заповеди, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, что единственный есть живой Бог, которому нужно поклоняться. И Бог действует через своего пророка. Он избрал Илью, и Илья пошел к Ахаву с дерзновением, сказал, что не будет дождя, и дальше мы видим действие Бога по отношению к Ильи. Братья и сестры, кому из вас когда-то птицы кушать приносили? Или какое-либо животное? Это не совпадение. Мы знаем, бывают разные случаи, из ряда вон выходящие называют, когда где-то там что-то кому-то перепадет от животного, что животное как бы что-то человеку принесло, или жизнь спасло, или обучают. Это было не так. Бог заботился об Ильи, и Он ему сказал, иди к потоку, там ты будешь жить. Короткое время, питание двухразовое, чистая вода, спокойный образ жизни. Птицы сами по себе и все животные, они имеют чувство самосохранения. За каждый кусок пищи, за все они дерутся. Мы часто это замечаем на улице, когда они забирают друг у друга. Кто учился в Советском Союзе, еще в тех школах, может быть, помните, изучали басни. Там была такая басня Крылова о лисице и вороне. Когда у вороны был во рту в клюве сыр, она сидела на ветке, лиса хотела забрать этот сыр у нее, но ворона не отдавала. И она лестью попросила, рассказывают как бы вороне, насколько она красиво поет. И тогда говорит, спой ворона. Ворона поверила в эту лесть, что она так красиво поет. Когда она каркнула, сыр выпал. Лиса забрал этот сыр. Она бы так никогда в жизни его не отдала. Это было сверхъестественное явление, братья и сестры. Дикие животные, которые подчиняются своему Творцу. Вспомните, на страницах Писания разные есть истории. Рыба подчинилась Творцу, когда проглотила Иону. А с лица подчинилась Творцу, когда заговорила. Есть история, когда филистимляне захватили Ковчег Завета, и там написано, что Бог послал наказание, и они решили из одного города перевезти Ковчег Завета в другой город. И они взяли, поставили Ковчег Завета на коров, а телят оставили. И говорят, если это от Бога, тогда коровы должны повезти Ковчег Завета в другой город вопреки своим инстинктам. Потому что инстинкт коровы быть возле теленка, оставаться. И написано, что коровы мычали, но везли Ковчег Завета в другой город, хотя телята были в другом городе. Потому что Бог сказал. В этом случае Бог сказал воронам, кормите Илью утром кусочек хлеба и мяса. Братья и сестры, а мог Бог сказать просто, чтобы манна падала на землю? Мог. Сколько лет Он кормил израильтян в пустыне манной? А мог Бог сделать просто, чтобы Илья не ощущал чувства голода? Мог. А мог Бог сделать так, как это дальше, когда про Илью читаем, ангел ему принес в пустыню также печеную лепешку и воду? А что он не мог ангела послать и к потоку, чтобы он каждый день приносил? Мог. Братья и сестры, Бог нам здесь открыт в чудном своем действии. У него нет шаблонов. Вы представляете Илью, который сидел там у потока, и каждый день он видел эту птицу. И он понимал, что она вопреки своим инстинктам выполняет заповеди Творца. Что Бог настолько близок к Ильи в тот момент, что он его не оставил. Что это не просто пища, это не просто кусок хлеба и кусок мяса для Ильи, чтобы подкрепить плоть. Это Бог является к нему и говорит, Илья, я с тобой, я о тебе забочусь. Он укрепляет его веру, он сохраняет ему жизнь в данный момент. Бог, который чудный. Братья и сестры, с этим именем Бог открыт нам в Библии. В книге Судей, 13 глава, 18 стихом, там есть история о Самсоне, когда ангел явился к Манойю и его жене, и там написано, ангел Господень сказал ему, когда Маной спросил, скажи свое имя, Бог явился в образе ангела, ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно. Иов говорит о нашем Господе, 9 глава, 10 стих. Так, делает великое, неисследимое и чудное без числа. Нету исчисления всем чудным делам Господа, как он действует. Также Иов в 37 главе, в 16 стихе говорит, разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании. Совершеннейший Бог. Все делает чудно, действует чудно, показывает себя в таких чудесах, чтобы мы видели его присутствие, чтобы мы воодушевлялись, чтобы мы радовались, чтобы мы знали, что наш Бог может в любой ситуации сделать чудеса такие, которые нам не приходят даже на ум. Я не думаю, что Илья думал, что его будут кормить когда-то вороны. Это было чудо для него. Также Исаия в 9 главе, в 9 главе, в 6 стихе открывает нам Иисуса Христа под именем, ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, Иисус Христос, Бог наш открыт под именем Чудный. Братья и сестры, это должно нас вдохновлять, это должно нас ободрять в нашей жизни, что наш Бог, Он чудный, Он действует по-разному. У нас множество историй, у каждого своя история в жизни, каждый может рассказать свои чудеса, которые происходили с ним в его жизни, потому что Бог действует. Бог действует в каждой семье, в каждом человеке сегодня. И у нас у всех будут разные действия Бога, потому что они чудны. Сегодня я призываю нас всех поклониться Господу, Богу, который открыт под этим именем Чудный, который действует чудно, который показывает свои дела чудесно. Пусть Бог нас благословит, поклониться этому Богу, нашему Богу, которого мы знаем лично, Богу чудному, Богу дивному. Слава Ему. Аминь.